Привет, друзья! Меня зовут Алекс и мы едем на лифте вверх в игре Бенис и Стил Скай. Я подумал, что не обратиться ли нам с этим стаканом к доктору Бёрку. Может он нам на том мужике выжгет свои новые отпечатки. Ну, в смысле, не свои, а отпечатки пальцев со стакана. Даст нам как-нибудь слепок какой-нибудь там силиконовый, масликоновый какой-нибудь, не знаю, там. Любой вообще накакать. Хоть на колбасе их выжгет, чтобы типа палец был. На сардельке он. Вот это причиндалы. Извините. Извините, доктор, что вы молчите? Еще раз спасибо за порт, док. Спасибо, что обратились ко мне. Извините, доктор. Спасибо опять за порт, док. Дожди. Извините. А что за срань? Дожди. Спасибо опять за порт, док. Страсть какая. А диагностик компьютер. А диагност... Извините. Извините. Это автоматически. Это же не противозаконно, да? Откуда у вас такие мысли? Разве службы безопасности не используют их для идентификации людей? Если они это и делают, то я впервые слышу. Стандартная процедура для идентификации подозреваемых сканирования сетчатки и глаза при вскрытии. Вахрен. Вернемся к отпечаткам, о которых вы спрашивали. Откройте панель на моем аппарате и поставьте стакан. Затем положите руки в автодерматом. Что-то больно, док? О да, довольно-таки. Вот он, стакан сканируется. Ты смотри на его рожу, его там дрючит, пипец. Охренеть, док, спасибо. Все, погнали, погнали отсюда, роб. Это просто пипец какой-то. Боль, дырка, задница для роба. Он там бедный и страдал. То ему голову просверлили, то ему руки обожгли, то еще чего-то. Ну что, попробуем вместо Колстона свой палец засунуть в дырку на двери. Сейчас мы на лифте спустимся вниз и дойдем до клуба Сент-Джеймс. По-моему, да? Джеймс же. Город Джеймс, да. Сент-Джеймс. И мы с вами пойдем в винный погреб, обожремся вина на халяву. Нам уже его не наливают с вами. Точно, Джеймс, ты глянь. Я не ошибся. Молодец. Ну-ка. Металлическая пластина. Короче, у нас карточка практически начальника службы безопасности. Отпечатки начальника клуба. Дырка в башке от доктора Берка. Чтобы... Опа! Ты погляди, мы с вами проникли сюда все-таки. Сохранимся-ка. Упаковочный ящик. Большой деревянный ящик. Слишком тяжело не унести. Может, в нем вино есть? Давай палкой его вскроем. Прочный кусок дерева. Металлическая пластина. А, отсюда выйти можно. Хотя, блин, глупые вопросы, да, задаю вообще? Отсюда выйти можно? Конечно, можно. Когда ты ужрешься в сиську, отсюда ж можно и выйти, наверное. Ящик. Решетка. Подожди, а че? Ящик, решетка. Если это вентиляция, то она явно ведет куда-то. Ну, судя по вот этому вот по округлости, это явно тоннель. Я не могу до нее дотянуться. Ну, ящик. А-а-а! Вот зачем эта крышка. Вот это, оказывается, зачем. С крышкой наверху он выдержит мой вес? Сколько мы здесь гуляем с ним? Он ни разу не ел, и, типа, вес у него такой огромный. Из-за тьмы он ничего не видит за решеткой. Подожди. Решетка крепко прикреплена к стене. Ага. Подожди. Ташсикаторы. Да ладно, господи, все перепробуем. Мы же с вами любим методом тыка пальцем в небо все решать. И ты хочешь через эту дырку пролезть? Я проделал дырку в решетке. А он теперь в обратном порядке. Ключ не хочет. Че еще есть? Лампочку давай в дырку засунем. Тоже не хочет. Ага. Окей. Ничего не видно. Но чувствуется ветерок. Роб, а ты не чувствовал ветерок, когда... Подземка похожа на лабиринт нор, покрытых гигантскими кроликами. А, прорытых гигантскими кроликами. Когда и решетка была на месте, она что, так засрана, что он даже не почувствовал, что ли? А решетку выломал и сразу все почувствовал. Кстати, тут странная развилка, несвойственная этой игре. Давайте-ка мы сохранимся на всякий пожарный. И сходим, например, прямо. Кто ходит налево? А-а-а! Булыжники. Давай булыжников наберем. Дом построим. Похоже, тоннель обрушился. Неужели все это из-за падения вертолета, а? Что-то как-то странно. Мне не верится. Тогда пойдем налево, у нас выхода просто нет. Обалдеть. Какие-то странные... Какие-то странные тут вещи. Я вам скажу, творятся. Патрон? Выглядит как патрон для лампочки. Серьезно? Давай лампочку вставим. Я уж думал, он не пригодится. О, плакат. Старая реклама и якорь страхования. Интересно, дедушка якоря тоже был на мели... Изображение покрыто плесенью и грязью. Ага, вывеска. Тоже все застроено, кстати, опять. Станция музей. Ага. Странно. Зловеще все это вот это вот застроенное с таким... Мощным этим. Ой. У-оу. Да, свод тоннеля не выглядит надежным. Ёлки-палки, на него только что чуть не упало. Твою мать, что это? Нарыв? Сосуды? Что? Шо это за ядре, её мать? Здесь оболочка натянутая и довольно тонка. Они живые. Интересно, а как ты так... Шо это такое? О, штукатурка, блядь. Штукатурка в этом месте выглядит влажной и рыхлой. Да и все, из-за этого говна надо все уничтожать. Выжигать нахрен. Я не могу дотянуться. Ну давай палкой поковыряемся. Я сбил штукатурку с кирпичей. Кроссор с кирпичей сильно раскрошился. Не могу дотянуться. Опять не можно. Давай ещё раз палкой поковыряемся. Кирпич на бошку себе сам уронил. А зачем? Кирпичная кладка. Подожди, ну... Отверстие, в котором раньше был кирпич. Подожди. Парашейтли ввердый старый кирпич. Ту дырку надо ещё раз ковырять, что ли, и залезть там я не могу. Други кирпичи мне не освободить. А, окей. Да, он сказал, что это живая штука. Оболочка слишком плотная, чтобы разорвать её пальцами. Ну, давай расковыряем её палкой. У нас палка везде годится. Во все дыры мы её суём. Плом проник сквозь внешнюю часть оболочки. Плом, застрявший в сосуде. Давай, ключом покрутим его. Не хочет. Давай секаторами покрутим его. Не хочет. Ну, нам остаётся стоп кирпич. Ох, я пробил сосуд насквозь. Теперь то, что надо. Забирай. Отлично. Это медицинский робот. Не вижу способа с ним взаимодействовать. Охренеть. Едри. Ёлки-палки. Ребята, что здесь творится-то? Что тут такое вообще, а? Нет, мы будем узнавать с вами в следующей серии. Благодарю вас за внимание, друзья. Не забывайте подписываться на канал. Бейте в колокол и вступайте в паблик контакте. Пишите свои комментарии. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на букву А и в правом верхнем углу экрана. И эту зловещую игру мы будем проходить дальше в следующих сериях. Всем удачи и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok